Доброе утро, уважаемые трейдеры. Приветствую вас на торговой сессии вторника. Снова мы на финансовых рынках и продолжаем говорить об основных изменениях, которые произошли на площадках за последний день. Начали мы месяц, неделю довольно-таки жарко. Я надеюсь, вы сами все прекрасно видели, друзья. Декабрь, месяц закрытия года, месяц новогоднего рождественского ралли. Вот очень верно отметил один из моих коллег, то что ждали волатильность, вот получайте ее. Соответственно, ралли уже началось, друзья. Я очень рекомендую вам, скажем, перейти в режим максимального сбережения ваших депозитов. Для меня это знак равно контролю рисков, потому что за один день актив может показать очень мощную динамику. Да, есть какое-то фундаментальное объяснение у происходящего. Но важно, друзья, чтобы вы понимали, то, что мы видели вчера, может быть только лишь началом. Это конца года. Рынок может показать еще не один такого рода кульбит. Ну ладно, давайте с лирикой покончим. Перейдем непосредственно к тому, что у нас в плане новостей. День был довольно интересный. И нужно сказать спасибо за эту волатильность Трампу, потому что именно он виновник того обрушения фондовых рынков, которые мы наблюдали. В частности, Трамп вчера принял решение ввести пошлины на металлы для Аргентины и Бразилии. Вы спросите, каким образом это влияет на площадки европейские, например, американские. Ну, на самом деле все просто. Многие эксперты считают, что это решение является своего рода репетиции и прелюди, прежде чем США возьмутся за товарный и опошлиный контроль именно им еврозоны. Об этом мы уже неоднократно слышали. А риски роста протекционизма американской экономики уже всем довольно известно, очевидно и понятно. Плюс ко всему, если вернуться к, наверное, более насущной теме, это отношение США и Китая, здесь тоже есть такие холодные ветра, друзья. В частности, приурочим их также к вчерашней торговой сессии о том, что Трамп устал ждать встречной позиции, больше открытости от Китая. Поэтому, если в ближайшие дни китайская страна не выйдет с предложением о заключении первой фазы соглашения, то уже через, по сути, полторы недели США повысит пошлины на китайский импорт. И это будет равносильно продолжению, возобновлению или, лучше скажем, выходу на совершенно новый уровень торговой войны. Безусловно, это очень сильно испугало американский фондовый рынок. По цепной реакции это также сказалось на настроениях в прочих площадках, потому что хотелось оптимистам закрыть этот год на оптимистичной ноте, но, судя по всему, воинственный характер США собираются сохранять вплоть до закрытия 2019 года. Ну, давайте все-таки пробежимся по тем активам, которые мы традиционно разбираем, нефтянка. Все меньше времени остается до важнейшего события, возможно, этого месяца для всего рынка углеводородов. Это заседание ОПЕК, которое стартует в четверг, в пятницу будем подводить вместе со всеми, кто следит за рынком нефти. Итоги. Напомню, друзья, то, что мы абсолютно уверены, что Саудовская Аравия, лидер ОПЕК, будет настаивать не только о продлении действий соглашения до конца 2019 года, ну и по некоторым кулуарным слухам, которые появились источники Ближний Восток, без какой-то конкретики, что всерьез могут рассмотреть возможность также по инициативе лидера ОПЕК снизить добычу, индивидуальную квоту отдельных стран и в совокупности все мировое производство еще на 400 тысяч баррелей до 1,6. Если это решение, друзья, будет принято, я думаю, что котировки нефти покажут серьезный рост, поэтому также я предлагал идею именно о покупке черного золота ранее. Сейчас в случае теста поддержки 60, считается, будет более удачный и привлекательный уровень для занятия этих самых длинных позиций, потому что прочий фон отойдет на второй и десятый план, и рынок будет готовиться к тем мерам, которые впоследствии приведут к разрешению проблемы перепроизводства. Это, безусловно, позитив. Да и плюс ко всему Саудовская Аравия, как я уже отмечал, очень заинтересована сейчас в росте цен на нефть, поэтому если что-то не сработает в плане заседания ОПЕК, я думаю, что можно будет ждать какие-нибудь и дополнительные меры. Ну, о них мы поговорим уже постфактум. Доллар иена, друзья, 109.18, мы снизились, тут причин хоть отбавляй. Во-первых, это, опять же, рост напряженности в отношениях США и Китая, спрос на японскую иену, статистика, АСМ в производственном секторе, АСМ разгона инфляции. Все хуже некуда, друзья. После выхода слабейших данных по промышленному сектору, в частности, они также являются одной из причин обвала американской фондовой секции, трейдеры снова задумались о том, что, на мой взгляд, должно давно было подразумеваться, то, что американская экономика, она по-прежнему с теми же самыми экономическими проблемами, что и раньше живет. Просто о них почему-то забыли. Я предупреждал, что эти проблемы никуда не деваются, поэтому как только мы получим слабые сигналы по штатам, мы будем готовиться к еще одному снижению процентной ставки. Трамп, как я уже отметил, повысил пошлины на металлы из Бразилии и Аргентины. Основная причина – это продолжение создания искусственных конкурентных преимуществ для их производителей через революционные валютные войны. И очень плавно эту тему он подвел к Федрезерву, в очередной раз, обрушившись критикой на Джея Паула, как он называет председателя американского регулятора, призывая его к тому, что ставки нужно снижать так же, как и другие центральные банки. Друзья, это еще одна причина, почему доллар-иена просела. То есть, с одной стороны, спрос на иену, с другой стороны, распродажа доллара, потому что все готовятся к снижению ставки. Евро против доллара 1.10.74. Кто-то читает, что рост евро вчера был связан с выступлением Кристин Лагард. Ничего подобного, она ничего интересного не сказала и не скажет до заседания на следующей неделе. Кстати говоря, заседание будет первым для нее, будучи главой Европейского центрального банка для ЦБ. В целом, это будет последнее заседание в этом году. Будем ждать уже конкретики относительно ее курса ДКП, который будет продолжаться уже в 2020 году. Вот до этих пор евро, наверное, все-таки не пойдет. Вниз, но будем ждать. Фунт против доллара, так же, как и евро локально, вчера воспользовался поддержкой слабого доллара. 1.29.38. Сейчас мы находимся на верхней границе диапазона узкого проторговки по паре фунт-доллар. Я думаю, что в ближайшие дни мы снова получим новые данные общественных опросов ЮГОВ, которые, возможно, станут сигналом того, что у консерваторов поддержка сужается и снижается. Это должно, опять же, спровоцировать поход уже фунт против доллара к нижней границе этого коридора. Там диапазоне 1.28-1.28.50. Австралийс против доллара 0.68.43. Для меня, друзья, загадка то, что Австралийс сейчас растет. Заседание Резервного банка Австралии завершилось несколько часов назад. Снова констатация проблем мировой экономики и готовность к дополнительному стимулированию. Ладно, эту риторику мы знаем уже, в принципе, поскольку она не меняется уже для Резервного банка Австралии долгий период времени. Но важно, что назревает эскалация торговой войны между США и Китаем и, соответственно, спад китайской экономики. Вот это должно было ударить по позициям австралийцев. Ну, видимо, есть где-то скопление стоповых ордеров, куда хотят еще довести пару австралийцев против доллара, а потом уже пойдем вниз. Я держу короткие позиции. Доллар канадец мы выше уровня 1.33, друзья. Завтра у нас темп экономического, точнее, завтра у нас решение по ставке Канады. Соответственно, ждем продолжения восходящей динамики, потому что завтра хотелось бы получить сигналы в пользу скорого снижения процентной ставки, о чем я говорил накануне. На этом, собственно, все. Огромное всем спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания. До свидания.